Значит, продолжаем мануальный массаж спины и переходим к локсевым техникам. В прошлом видео мы сделали что? Мы локтем проработали сперлевидно вдоль паравертебральных мышц позвоночник, раздвигая его вверх и декомпрессируя. Движение проводили вот так, чтобы снизу вверх они шли, именно возле позвоночника. Уходя сюда, они как бы по диагонали упирались в рёберную дугу. Примерно от линии позвоночника, это расстояние 7-8 см где-то получается. То есть, такое движение ударное сложно получается. Наш направление вектора давления локтя идет под 45 градусов вперед и вот туда в стол. И когда мы в рёберную дугу упираемся, под 45 градусов еще в сторону. За счет вот такого вращательного движения. Понимаете, да? Можно делать другим локтем, все получается этим лучше, да? Вот, потом мы дошли до шеи и здесь немножко начинаем продольное растирание. Просто такое глубокое локтя и каталог все идут параллельно друг к другу. Чем параллельней, тем лучше. Тенерпично растерли всю эту зону позвоночника, то есть от крестца до шеи практически, да, до черепа. В этот момент мы, наше тело, оно практически лежит. Сейчас немножко звук покажу, что может быть было видно. То есть вот, практически я на локтем лежу. Таким способом разгружаю свой собственный позвоночник. И вот по принципу эргономики это очень полезно, потому что движения рук, они отражаются в моем грудном отделе позвоночника. И у меня у самого снимается в этот момент руки. Так, растерли. Теперь встаем по середине нашего рабочего участка, да? Приседаем на коленях и начинаем ставить лодочки, яхту на причале. То есть это как бы причал. Яхту поставим одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Ну, сколько получится. Вот таким движением, оно такое достаточно резкое, как будто бы мы раздвигаем каждый сегмент позвоночников. Сегмент это что такое? Это вот два позвонка и между ними вот связки и сцепки. А по позвоночнику получается? Ну? А по позвоночнику получается? Нет, получается, по сути, давление идет в позвоночное реберное сочинение. А на сами ассист отростки мы не давим. То есть вот я еще раз показываю. Здесь вот участок от косточки подвздошной кости, да, от гребня этого, до первых ребер. У нас один участок, тут же нет ребер, да? Поэтому мы просто растягиваем квадратные мышцы и немножко такой же диом. А вот дальше, где началась реберная дуга, вот в нее внедряемся, растянули, 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 докуда получается. И можно еще вот от плеча отодвинуть губового, растягивая таким образом трапециевидные мышцы. То есть этот уперся в уголок кармиарного отростка и в череп, да, вдруг от другого так растянул. Ну, это тоже зависит от рук, от шеи, наверное. Ну, кулаков-то хватит. Не хватает кулаков, может туда вот, в другую часть, да, внедриться. И, соответственно, дальше продолжаем вот это внедрение уже более широкими движениями. Мы будем входить ладонями, да, и локтями разводить. То есть вот такой, как назвать, таран, что ли, такой вот, как бы, да, вот мне нравится, да. Ну, а визуально это вот мы в первом движении, да, поставили яхты на причал, произошел выстрел, началась эллигата. Первая яхта пошла, вторая яхта пошла, третья яхта пошла, четвертая яхта пошла. Раз, два, три. Вот растягиваем. То есть тут мы тоже делаем несколько проходов, условно деля эту зону на раз, два, три, четыре участка, да, потом на три участка, потом на два участка, и потом на один участок. Вот, теперь я вот на три участки делю. Раз, два, три. И теперь на два участка, раз, два, на один участок. Вот, там, по-моему, что-то хрустит, да? Да, хрустил, да. И когда на один участок, следующий прием, мы внедряемся теперь обоими руками как можно ближе друг к другу, локти ставим, да, между косточкой, ну, тут как бы ладонь, локоть упирается в крестец, сам крестец, да, их с подвздошного пользуются, они самовыбирающие. Их натянем в ту сторону, а этот локоть, весь позвоночник декомпрессирует вверх относительно человека, да? Но, делаем это с покачиванием. Если видите, локоть идущий вверх, он движется, а этот локоть как уперся, так и стоит здесь, просто раскачивая тело. То есть мы еще раз дополнительно позвонки расшатываем. И, как я говорю, расшатываем перед именно вот этой вот манипуляцией. И сейчас вот эта манипуляция, похоже, движение только без качания. Внедрились, и с давлением уже наш локоть пошел вверх. Вот, прохрустели, растянули. Хорошо тебе? Отлично. Вот, видно, там просто на место поставилось, в нескольких местах, да? К сожалению, на ткани, наверное, звуков не было слышно, но были прям щелчки. Не путайте, это не позвоночник шелкнул сам по себе, да? Это было именно позвоночно-реберное сочинение, это не щелкает. И при этом тянуть все равно позвоночник за собой в правильное положение. Вот, нюансы этого приема еще раз объясняю. То есть, руки мы разводим вот так, да? Ну, получается, за счет того, что мы стоим на всем участке, да, уперлись здесь, двигаемся вместе с рукой в эту сторону, потому что это осталось как упор для растяжения в обратную сторону крестца и таза, всего таза, да? И получается, смотрите, внимательно, мой вес переходит все время над вот этой рукой. Для этого я свое плечо, плечо рукой держу перпендикулярно телу человека, видите? А давление, на самом деле, идет опять по 45 градусов туда, вперед и вниз. И если где-то вот вы чувствуете, что вот есть какая-то проблемка, посильнее надо, да? Может, прямо вот, поможет себе головой. Раз, 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 раз. Голова как молот, такими кивательными движениями добавляет импульса. Если прямо, ну, недавний экземпляр, извините, я так сейчас назову, лежит, да? А бывает вот прям такой вот грузный мужчина, да, прям с такими жесткими мышцами и просит, да-да-да, давай вот тут вот еще проработай эту триггерную зону. Тогда прямо вы отходите и поворачиваете локоть на свое острие. Прямо этим остриемом, где надо, вот туда ему, раз, впились, объехали и закончили движение, как мы любим, опять растянув трапецию. Да, вот. Локтевая часть сейчас закончена, вот с этой большой зоны, да? Можно ее отдельно потом локально прорабатывать, либо с ягодицами, либо с лопатками. Ну, просто вот намекну еще такой нюанс, что пройтись можно в итоге два раза, да? Один раз вы проходитесь, раздвигая, ближе к позвоночнику получается, разжимая парабертобральные мышцы. Поэтому идем сейчас трием. А второй раз проходите, получается, чуть дальше, вот туда, по рёберному позвоночнику сошеднением, вот уже лука, видите, как идет? Плоско. Вот именно их уже раздвигаем, отодвигая еще больше лопатку. Вот. Ну, такие нюансы вы нигде не научитесь, потому что не все, на самом деле, попадает на видео. Только практика и практика на наших тренингах поможет вам, поэтому приходите и познавайте все вживую. Пробуйте, и ваши клиенты будут всегда довольны и благодарны вам.